От поставок мороженого до экспорта энергоресурсов товарооборот России и Китая по итогам 11 месяцев этого года уже превысил 200 миллиардов долларов. А к концу 2023 может составить 220 миллиардов. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России. Таким образом, торговый показатель вырос вдвое всего за пять лет. Такую задачу ранее ставили лидеры двух стран. О том, в каких сферах развитие торговли стало наиболее заметным, расскажет наш собственный корреспондент в Москве Алиса Алексеева. На московской фабрике мороженого обычный рабочий день. Мощности позволяют производить до трех тысяч десертов всего за час. Эта партия фисташкового пломбира с символичным названием Наташа создана специально для китайского потребителя. Экспорт в КНР компания начала в 2023-м. Ставку сделали на классику. Пломбир в стаканчике, крем-брюле и эскимо. Причем менять рецептуру специально для Китая фабрика не стала. Все по ГОСТу. Изновшеств разве что только иероглифы на упаковке и экспортные названия. Наша задача это заполнение экспортной ниши на китайском рынке качественным мороженым. Первая партия нашего мороженого уже поставлена в Харбин. Сейчас мы ведем переговоры с новыми дистрибьюторами по поставкам мороженого в Шанхай и на юг Китая. Но не только русский холод интересен Китаю в 2023-м. Поставки энергоресурсов из России в КНР выросли на 17%. Мы видим опережающие темпы наращивания поставок природного газа по газопроводу силы Сибири. Мы раньше, видимо, оговоренного срока выйдем на проектную мощность этой системы в 38 миллиардов кубометров. Энергетика – одно из ключевых направлений взаимодействия двух стран. Россия в этом году поставит Китаю больше 30 миллиардов кубометров газа. Это новый исторический рекорд. А еще около 75 миллионов тонн нефти. Это на четверть больше, чем в 2022-м. Мы ожидаем увеличение объема экспорта трубового газа в Китай, объема экспорта нефти, которая проводит, так и по морю. Вот этот сотрудник развивается. Ну и понятно, что мы сотрудничаем с Китаем в рамках статистического партнерства. А это выставка достижений России на ВДНХ. Здесь и о науке, и о технологиях, и о важности ручного труда. Регионы хвастаются ростом экспорта в КНР. У Петербурга, например, развивается совместное с Китаем производство фармацевтики. Сейчас они проводят испытания и планируются к выводу шесть новых медицинских препаратов на рынок Китая, в том числе и разработок наших петербургских ученых. Китай тоже увеличил экспорт своей продукции в Россию. Особенно важно, говорят эксперты, что производители из КНР помогли заполнить нишу, что освободились после ухода иностранных компаний. И в первую очередь это касается автопрома. У нас за 11 месяцев текущего года 992 тысячи, ну, то есть к концу года будет миллион точно, автомобилей, легковых автомобилей из Китая было поставлено. Это и тракторная техника, поставки которой, например, по сравнению с прошлым годом в 10 раз у нас увеличились. А Россия усилила свои позиции в китайском АПК. Экспорт аграрной продукции занял второе место после нефтяной. Причем уже даже по итогам первого полугодия показатели внушительные. Экспорт российской сельхозпродукции в Китай вырос аж на 43%, превысив отметку в 6 миллиардов долларов. Причина тому в первую очередь снятие коронавирусных ограничений в КНР. Это стало мощным стимулом для роста импорта. Китай уже давно практикует другие методы продажи товаров и услуг. Электронная коммерция в КНР уже занимает 46% торговли. Эксперты прогнозируют уже в ближайшее время рост до 51%. И для российского бизнеса это новая перспективная ниша. Для России это очень важно быть залистованными на крупнейших площадках, онлайн-площадках Китая. Сегодня тенденция прямо хорошо прослеживается. И все больше и больше китайских потребителей могут заказать себе товар, им привезут российский товар прямо до дома. Что Китай и Россия достигнут планки в 200 миллиардов долларов товарооборота раньше намеченного срока, подчеркивают чиновники, было ожидаемо. Торгово-экономические связи стран в 2023-м крепкие, как никогда. Но от этого достижения не менее приятные. Сегодня это уже 218,7 миллиардов долларов. Это рост на 26,7% рост. Это очень серьезный рост, это очень здорово нарастило возможности наши взаимные. Я могу сказать, что диверсифицировалась, конечно, внешняя торговля. А на 2024 год цели еще более масштабные. Российская сторона уже заявила, что рассчитывает расширить сферу сотрудничества с КНР и запустить совместные инвестиционные проекты. Приоритетные сферы – сквозные технологии, зеленое развитие, новые источники энергетики, судостроение. В планах в ближайшей перспективе пополнить портфель совместных глобальных проектов до сотни. Алиса Алексеева, Алексей Сыченко, Елена Нечаева, CGTN, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...